Как вам кажется, вот даже не так спрошу, какое у вас ощущение, как у писателя немножко пророка от сегодняшнего момента? Вы знаете, во-первых, большое спасибо за незаслуженные, хотя и приятные в чём-то комплименты. Во-вторых, писатели делятся на писателей более поэтов и более прозаиков. Более поэты несут такое, хотя получается складно, красиво, приятно слушать, но в действительности имеют очень косвенное отношение. Но с реалистами чуть-чуть лучше. Третье. Вот здесь вот профессия литератора роль играет сравнительно небольшую, потому что встречаются люди очень малообразованные, так сказать, со слабым меблированным чердаком, но с ясными простыми суждениями о происходящем, которые нередко оказываются более правы, чем интеллектуалы, которые находятся в плену своих конструкций. Мне представляется, что к моему лично, и не только моему, великому сожалению, конфликт норовят заморозить. Мне представляется, что есть очень серьёзные мировые силы, заинтересованные в том, чтобы эта война текла вяло, но долго. Потому что, на мой взгляд, насколько я могу разбираться в происходящем процессе, замораживание этой войны входит в общий тренд современного социал-глобализма, в который входит опустить уровень производства, опустить уровень потребления, тем самым уменьшить общее давление на экологию планеты, перейти к перемешиванию всех этнических групп и слоёв, унифицировать всё человечество, совершенно размолоть все государственные устои и вместо суверенных государств и народов создать нечто однородное по всей поверхности планеты. И здесь вот ослабление Украины и ослабление России с уменьшением их потенциалов, к сожалению, при скорби моему колоссальному, работает на эту идею. Сейчас складывается такое положение, что китайская цивилизация с каждым днём возвышается над нашей, то есть западной, европейской, иудеохристианской цивилизацией. Вот какая происходит горестная история. Поэтому сегодня я не могу сказать, когда, наконец, всё это закончится. Понятно, что Запад в состоянии дать Украине больше оружия, чем он даёт. Это не подлежит сомнению. Понятно, что если бы сегодня Украина получила оружие достаточно, она вышла бы на границы 91-го года. Это тоже понятно. Как повела бы себя Россия в этом случае? Здесь есть разные мнения, потому что всё громче звучат голоса. Нельзя Россию обижать, нельзя Путина унижать, а иначе будет Третья мировая война и так далее, и так далее. То есть абсолютно элементарно поддаются грубому шантажу и ведут политику умиротворения агрессора. Как называлось это ещё применительно к 1938 году к Мюнхену. Вот это мне представляется сегодня самое трудное и самое опасное. Вы знаете, смятение чувств вызвал ваш монолог, если честно. Но вот утечка из документов Пентагона, в частности, говорит о том, что Патрушев и Герасимов, начальник генштаба ВС России, ещё в марте прошлого года, пользуясь якобы, как мы видим из документов, химиотерапией, очередной химиотерапией у Путина, думали саботировать его указания и свернуть уже войну эту. Как вам кажется, это правдоподобно или нет? Да, это безусловно правдоподобно, потому что ни в чьих интересах в российском руководстве эта война не ведётся. Никто с неё ничего не получает. Первыми пострадали люди, которые разворовывали бюджет ФСБ и вооружённых сил России. Вдруг вскрылось, что они украли сумасшедшие миллиарды. Им эта война была не нужна. Всему российскому олигархату эта война категорически не нужна. Мало того, что их не пускают за границу, так у них всё, что может отобрать Кремль в любой момент, он может отобрать. Но нафига же им такая война? Народ от этого несёт только тягости, только некоторые снижения жизненного уровня, ну и в конце концов уже многие десятки тысяч гробов, уже речь идёт, может быть, о ста, а может быть, о двухстах, тысячах убитых только с российской стороны, потому что точные цифры, вот до одного человека, разумеется, назвать невозможно. Вот то, что называет украинская страна, это, разумеется, ближе к истине, чем то, что называет российская, но мы можем оперировать в пределах, там, не знаю, десяти тысяч. Но это очень много, о чём говорить, это покойники, это молодые мужики. Так что не в тих интересах, но много лет Путин отстраивал систему безопасности. Это всем известно, что я сейчас повторяю, какую-то банальную истину. Эти пояса телохранителей – это забота о создании сдержек и противовесов, когда с одной стороны Пригожин, который угрожает армии губернаторам, с другой стороны Кадыров, который ведёт себя как самостоятельная фигура, с третьей стороны армейское государственное руководство должны считаться с опасностью Пригожина и Кадырова, и что? И апеллировать к некоему центру, который условно обозначается Путиным. И вот Путин, у которого дрыгаются ноги, когда он сидит на переговорах, которые руками вцепляются в стол, когда перед ним сидит уже, похожий на свёклу, понимаете ли, несчастный Рабзан Кадыров, не знаю, что с ним сделали, и считает полуторасантиметровыми буквами этот текст, но система выстроена так, что брось туда котёнка, и они будут бояться котёнка. Так что я думаю, эта версия очень правдоподобна. Вот потому и стол шестиметровый, и фиг доберёшься до личности. Хорошо. Война никому в России не нужна, но Россия воюет. Кому-то она всё-таки нужна? Давайте скажем, кому. Понятно, что прежде всего называется фамилия Путина, понятно, что он принял решение, поскольку он человек негосударственного масштаба совершенно, и поскольку он живёт в виртуальной реальности, отделённой несколькими слоями посредников от реальной жизни, то для него это как бы вопрос жизни и смерти, он уже это затеял, как же так и так далее. То есть ситуация приняла какой-то, ну, дикий, безумный характер. Потому что, предположим даже, что цели Кремля, Путина, исполнились на 100%. То есть российские вооружённые силы завоевали всю Украину, посадили своё марионеточное правительство, вся Украина дружно попросила в состав России «Дайте нам русские паспорта» и так далее. Вопрос. Ну и что дальше? Кто будет жить лучше? Кто будет относиться к России лучше? А где будет какой бы то ни было подъём науки, технологий, экономики и прочее? Потому что вот куда вступал Советский Союз, там он устраивал Советский Союз. Оттяпал Советский Союз кусок большой Карелию, Финляндии. И теперь там стало Советский Союз, а потом Россия. А там, где осталась Финляндия, туда ездят за покупками и так далее. И оккупировали южные Курилы. Теперь через пролив 25 километров в Японии, Япония, а на южных Курилах, боже мой, какое несчастье. То есть, понимаете, вся эта пустыня, какая-то заброшенность, беднота и так далее. Это относится ко всем территориям таким образом. Россия вступает в Украину, и в Украине делается Россия. Ну и что? То есть в Украине будет то же самое, что в России. Ну и что? То есть какое-то количество русских олигархов вытолкнет украинских и займёт их место. Всё. Больше никаких изменений не произойдёт. То есть, понимаете, когда в Иране покупаются дроны и ракеты, когда в Египте покупаются реактивные снаряды для градов, то есть уже ни хрена же не могут, уже же гвоздей своих нет. То есть вот это, понимаете, эра экстенсивного земледелия давно закончилась. Так что здесь, разумеется, война не нужна, но начиная с 93-го года в России затачивали систему под кресло президента. Сначала в 93-м, потом в 96-м, потом в 99-м, 2000-м полномочия президента всё увеличивали и увеличивали, делая его диктатором. Получили? Вот получается, что государство – это даже не азиатская сатрапия, потому что у Чингисхана были представления о том, какой быть империей. Здесь нет никакого представления. Вот такой вот казус – это то, что Лев Гумилёв называл химерой. Вот сочетание этой политической конструкции в наше время с этой страной и народом – это политическая химера. И сейчас она изо всех сил, вот, покуда акула жива, она щёлкает челюстями, хотя она уже лежит на палубе. Вот большое горе. Что можете сказать? Если бы вы писали большой роман о происходящем и попытались проникнуть внутрь Путина, внутрь его головы, внутрь его сердца, если у него, конечно, есть сердце, что бы вы там обнаружили? Лично я полагаю, туда никто не проникал, и я не проникал, но лично я полагаю, что у мальчика было достаточно тяжёлое детство. Когда человеку 11, 12, 16 лет быть бедным довольно трудно, особенно когда речь идёт уже о 60-х годах в Ленинграде. Это уже такая жизнь. И когда в секции к нему тренер относился, как родной к своим питомцам, и когда в семье Ротенбергов его приглашали, сажали за стол, наливали супа и так далее, это чувство благодарности остаётся на всю жизнь. Это нормальное человеческое чувство. А затем, поскольку жизнь выучила цинизму, а характер был такой, что упал на эту матрицу, что пошёл по этой аэстезия, ну, не самосоженец, ну, не князь Кропоткин, понимаете, да? Вот. То потом ФСБ, потому что это даёт уверенность в завтрашнем дне, это даёт гарантированное обеспечение, и это даёт определённую власть. Понимаете, одна черта. Много лет я дружил с Сашей Масарским. Это не я его называю Сашей. Это Александр Самолыч Масарский, создатель всех советских школ каскадёров. Замечательный, совершенный человек. Одно время он был в тренерском совете в университете, где Путин боролся в университетские годы. Вот его отзыв. Я его за язык не тянул. А Володь неплохо боролся, хорошо. И потом уж, когда он приезжал, мы говорим, что вот Владимир Владимирович, он говорит, я для вас всегда буду Володей. Это не к тому, что я собираюсь объявлять Путина святым. Это для того, чтобы понимать человека, нужно вертеть его со всех сторон. И хорошие стороны там были. А потом что? Бабло делать надо. Простите, все, и чекисты, и торговцы, и игрушники, все за границей делали бабло. Все чем-то слегка спекулировали, все что-то слегка перевозили. Какой-то махер, какую-то фототехнику и так далее, и так далее. Ну и Путин этим делом занимался. А что в конце концов? Он вышел снизу, мог рассчитывать только на себя. И когда настала новая эпоха, и когда он оказался в команде Собчака, я не знаю, вероятно, мы никогда толком не узнаем, как именно он там оказался. Это все, и есть три адверсии, не будем сейчас повторять. Он там сидел на бабле, на денежных потоках, которые шли за бугор и так далее. То есть все отзывы о нем как? О человеке тихом, о человеке исполнительном, о человеке аккуратном, работящем, не амбициозном. Но там с денежными потоками было очень все в порядке. Вот поэтому его и стали двигать. Они думали, что всю жизнь вот этот работящий, не амбициозный тихоня будет работать на них, защищать их власть, их миллиарды. Спасибо.